Доисторическая Греция Останки древнейших архантропов возрастом в 360 тысяч лет найдены в пещере Петролонии. Известны также останки неандертальцев, живших 40 тысяч лет назад на территории Пелопоннеса. Примечательным в истории Греции является разрыв в находках человека, приходящийся на верхний палеолит и мезолит. Неолит Греции имеет анатолийское происхождение и представлен культурами Сиско, Неонекомедия и Димини. Одной из древнейших неолитических стоянок в Греции считается пещера Франтия, датированная 7 тысяч лет до Н.Э., свидетельствует о наличии у ее обитателей развитого мореходства до греческой и гейской цивилизации. Первые центры культуры открыты раскопками Генриха Шлемана в Мекенах, Артура Эванса на острове Крит с 19-ю. Исследовано несколько сотен памятников, могильники, поселения, большие города типа Палеохны на острове Лемнос с каменной стеной высотой 5 метров, филокопии на острове Милус, царские резиденции, трое дворцы Крита, Акруполь в Мекенах. Самые известные археологические культуры этого периода – Минойская или Критская и Мекенская, по которым он и получил свое название. Но есть также несколько локальных культур, в частности кикладская и еллинская, догреческий субстрат, термин, обозначающий неизвестный язык или языки, предположительно распространенный на территории Древней Греции до прихода носителей протогреческого языка. Предполагается, что греческий язык заимствовал большое количество слов и имен собственных из догреческого языка или языков, поскольку заметная часть греческих слов не может быть объяснена из реконструируемых протеиндоевропейских корней и морфем. В археологии догреческий субстрат ассоциируется с ранним и отчасти средним периодом илладской цивилизацией материковой Греции, а также с минойской и кикладской цивилизациями на островах Игейского моря. После возникновения Мекенской цивилизации, поглотившей три предыдущих, начинается стремительная ассимиляция догреческого населения. В эпоху Геродота многие из упоминаемых им народов сохранились лишь в легендах. Мекенская цивилизация – первая культура на территории Греции, где доминирует собственно греческое население – это мекенская культура, объединившая в себе достижения прежних эгейских культур. Носители греческого языка предположительно были потомками усатовской культуры, мигрировавшими на Балканы из региона современных Румынии, Молдавии и Южной Украины. Мекенская культура существовала на протяжении позднего бронзового века, начиная с прихода ахейцев в Игейские регионы около 2100 года до Эн.Э. И продолжавшись вплоть до падения цивилизации около 1100 года до Эн.Э. Это историческое время нашло свое отражение в эпических поэмах Гомера и основной части греческой мифологии. Мекенский период получил свое название от Мекенского археологического участка, расположенного на северо-востоке Арголиды области Пелопоннеса. Другими немаловажными местами нахождения свидетельств этой эпохи являются Афины, Пилос, Фива и Теринов. Мекенская цивилизация управлялась военной аристократией около 1400 года до Эн.Э. Крит – центр минойской цивилизации, перешел под контроль мекенцев, заимствовавших форму минойского линейного письма, трансформировавшиеся в линейное письмо бы для записи ранних форм древнегреческого языка. Мекенцы хоронили свою знать в могилах-улиях, больших круглых погребальных камерах с высоким сводом и прямолинейным входом, выложенным камнем. Вместе с покойником в могиле оставляли его оружие или боевые принадлежности, знать часто хоронили в золотых масках, диадемах, в доспехах и циинкрустированным драгоценностями оружием. Хоронили мертвецов в сидячем положении, некоторые подвергались мумификации около 1100 года до Эн.Э. Произошло внезапное крушение мекенской цивилизации. Многочисленные города были разорены и Греция погрузилась в эпоху, которую историки называют темными веками. Греция пережила демографический спад и упадок письменной культуры. Сами греки традиционно обвиняют в этом новую волну вторжения иных эллинских племен – дарийцев. Хотя археологическое подтверждение этого события остается весьма скудным. Греческие темные века. Темные века. Гомеровская Греция. Это период в истории Древней Греции, охватывающий ок 1200-800 г.г. до Эн.Э., который начался после заката мекенской культуры и предполагаемого дарийского вторжения и закончился с началом расцвета греческих полисов. Об этом периоде известно очень мало. Он характеризуется упадком культуры и утратой письменности. Происходит окончательное разрушение остатков мекенской цивилизации, возрождение и господство родоплеменных отношений, но одновременно их трансформация в раннеклассовый, а также формирование уникальных предполезенных общественных структур. В конце этого застойного периода греческая цивилизация начала возрождаться, что привело к расширению греческого мира от Черного моря до Испании. Письменность была возрождена финикийцами с алфавитом, адаптированным греческому языку и распространена на север Италии и Галии. Древняя Греция. От 776 до 323 г.г. до Эн.Э. Древней Грецией называют страны, в которых говорили по-гречески в древний период истории. Это не только Пелопонез, территория современной Греции, но и другие области с эллинской культурой, заселенные в древности греками. Кипр, Эгейское побережье Турции, Сицилия и Южная Италия, а также греческие поселения, разбросанные по побережьям современных Альбании, Южной Франции, Восточной и Северо-Восточной Испании, Ливии, Египта, Болгарии, Румынии, Украины, Южной России. Нет согласия по поводу точных дат начала и конца древнегреческого периода. Обычно им называют всю греческую историю до завоевания Греции Римом, но историки используют этот термин строже. Некоторые авторы включают в него мекенскую цивилизацию, которая рухнула около 1100 до н. И, хотя остальные скажут, что минойская цивилизация настолько сильно отличалась от позднейшей греческой культуры, что их нельзя включать в одно понятие. В современных греческих учебниках древность это период протяженностью около тысячи лет до завоевания римлянами, поделенной на четыре части. Различающиеся стилями искусства, культуры и политикой первыми идут греческие темные века. В это время художники расписывали амфоры и другие глиняные изделия геометрическими формами, квадратами, кругами, линиями. В архаический период скульптуры создавали большие стоячие статуи в застывших позах с потусторонней архаической улыбкой. Классический период был доведен до совершенства стиль, который с тех пор считается образцовым. В эллинистический период, после завоевания Александра Македонского, некоторые черты эллинистической цивилизации распространились вплоть до Египта и Бактрии. Иногда греческую цивилизацию считают продолжающейся вплоть до распространения христианства в веки. Традиционно, собственно, древнегреческий период начинался с первых Олимпийских игр в 776 году до Н.Э. И продолжался до смерти Александра Македонского в 323 грамма до Н.Э. Большинство историков считают Древнюю Грецию культурным основанием западной цивилизации. Греческая культура оказала мощное влияние на Римскую империю, которая донесла ее до многих частей Европы. Древнегреческая цивилизация внесла огромнейший вклад в язык, политику, образование, философию, искусство и архитектуру современного мира, особенно во время возрождения в Западной Европе, а также позднее во время разнообразных неоклассических движений в 18 и 19 ВВ. В Европе и Америке эллинистическая Греция от 323 до 146 г.г. до Н.Э. Эллинистический период истории Греции продолжался от смерти Александра Македонского в 323 грамма до Н.Э. До присоединения Пелопонесского полуострова и греческих островов к Риму в 146 грамм до Н.Э. Хотя установление римского господства не помешало сохранению эллинистического общества и культуры, которые практически не менялись до прихода христианства, оно привело к концу греческую политическую независимость. Во время эллинистического периода значение собственно Греции в греческой цивилизации резко упало. Великими центрами эллинистической культуры были Александрия и Антиохия, столица Египта Птолемеев и Сирии Селевкидов соответственно. Об истории греческой культуры вне Греции читайте в статье «Эллинизм» Римская Греция С 146 годом до н.э. до 330 год от начала н.э. Римская Греция Период греческой истории после победы Рима над Каринфанами в битве при Каринфе в 146 граммах до н.э. до переименования города Византия в 330 граммах в Новый Рим. Поздний Константинополь Римским императором Константином и переноса в него столицы Римской империи. Греческие провинции Римской империи Ахая, Фессалия, Крит и Керенайка, Кипр и Пир, Македония, Фракия, Азия, Вифиния, Понт, Ликия, Памфилия, Песидия, Ликаония, Каппадокия, Византийская Греция. После введения диоклетианом тетрархии в Римской империи стали постепенно обособляться две половины – западная и восточная. Окончательное разделение Римской империи произошло после смерти в 395 Феодосия Великого, а в 476 Западная Римская империя прекратила свое существование. Пелопань, Несский полуостров и большая часть греко-говорящего мира остались под властью Восточной Римской империи, позже названной Византией. В VII веке были созданы новые единицы территориального деления – Фемы, Фракисии, Анатолик, Армениак, Апсики. В VIII-IX веке были созданы еще ряд Фем – Элада, Пелопоннес, Никополь, Фракия, Македония, Стримон, Фессалоники, Эгейское море, Самос, Херсон, Крит, Кипр и Дэр. Во главе Фем стояли стратеги – Фемы делились на меры во главе с мирархами. В 1204 году Константинополь был взят крестоносцами, а не захваченной крестоносцами часть Византии распалась на ряд государств. Никейская империя, Трапезунская империя, Эпирское царство, Марийский диспотат, Апанаш Никейской империи. В 1334 году сербы завоевали Македонию. К 1345 году сербы также завоевали Албанию и Эпир. В 1346 году король сербов Стефан был коронован и получил титул царь и самодержец сербов и греков, а архиепископ Иоанники стал патриархом. К концу 1348 сербами также были завоеваны Италия, Фессалия и Окарнания, Греция под властью крестоносцев и венецианцев, империя и латинская империя, королевство, королевство Албании, королевство Фессалоники, Кипрское королевство, критское королевство, герцогство, герцогство Неопатрия, герцогство Афинское, Наксосское, герцогство Сеньория и Сеньория Негропонта, Сеньория Хес, княжество Ахейское и княжество. Графство Графства Кефалония и Закинф, Османская Греция, 1453-1821 год. Большая часть Греции являлась частью Османской империи с XIV века до провозглашения независимости в 1821 году. Турки впервые появились в Европе в 1354 году. Византийская империя, правившая почти всем грекоговорящим миром предыдущие 1100 лет, была фатально ослаблена после взятия крестоносцами Константинополя во время четвертого крестового похода в 1204 году, победив Болгар в 1371 году, и сербов в 1389 году. Турки продвинулись на юг собственно в Грецию, взяв Афины в 1458 году. Греки держались в Пелопонесе до 1460 года, А Венеция и Генуя смогли оставить себе несколько островов, но к 1500 году большая часть равнинной Греции острова перешли в руки турок. Горы и турки в основном не занимали, поэтому горные районы служили для греков убежищем. Кипр пал в 1571 году, а Венеция владела Критом до 1670 года. Только ионические острова под властью Венеции так и не были заняты турками. Современная Греция, а с 1821 годом, 25 марта 1821 года, при поддержке европейских стран греки подняли вооруженное восстание против турок, в результате чего им удалось создать королевство во главе с королем немецкой крови Аттоном. Немалую роль в обретении греками независимости сыграл русский флот, разгромивший турок при наварине. Дальнейшим шагом было создание национальной православной церкви, независимой от константианопольского патриарха. Руководство Греции колебалось между немецкой и британской ориентацией. Первая мировая война привела Грецию к войне с Турцией, которая завершилась изгнанием греков из Анатолии. Неудачи привели к частым военным переворотам с одной стороны и усилениям коммунистического партизанского движения, что достигло кульминации в гражданской войне 1940-х годов и установлению в итоге власти черных полковников. Неудачная попытка аннексии Кипра привело к демократизации общества и вхождению Греции в состав Евросоюза. В 2001 году страна отказалась от национальной валюты.